А к нам присоединилась наша гостья Наталья Никитина, мастер спорта, вице-чемпионка мира по хоккею с мячом, а ныне тренер девичьей команды по футболу Ангара. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну рассказывайте, как вы оказались в таком спорте и что ждет детишек с футболом? О, ну это долгий путь, конечно. То есть я сама начинала с 11 лет заниматься спортом, увлеклась вот именно, ну как любая девочка пробовала и танцы, и всякие вязания, то есть это все прошло, мне кажется, большинство девочек, но почему-то акцентировала свое внимание именно на хоккее. То есть для меня это прям, это любовь моя, всей моей жизни получилась. Я думала, я буду играть до пенсии. Но так как у нас в ангарске хоккей закрыли, а в Иркутске команда, ну нужно тренироваться и постоянно, чтобы быть в тонусе и постоянно ездить на соревнования. А так получилось, как бы жизнь не стояла на месте, я закончила техникум и пришлось возвращаться сюда, так как там нужно было снимать либо жилье и куда-то устраиваться на работу. То есть, ну как-то жизнь так закрутилась, закрутилась, что я осталась в Ангарске. И с этим моя хоккейная карьера и закончилась. То есть я, ну я очень, конечно, жалею на этом, но не остановилась, я начала заниматься футболом. То есть я непосредственно работаю на полимерах и поэтому там связала свою жизнь с замечательными девчонками команда НХК. И вот мы собираемся еженедельно на тренировку, как это нужно, полагается, как полагается. И тренируемся, то есть для себя, для любимых. Ну теперь всем интересен адрес, где вы тренируетесь, мы будем приходить, смотреть, как это выглядит. Ну это ДК нефтехимиков, но туда оно вряд ли кого пустит. Это же закрытое. ДК нефтехимик, да, в 29-м микрорайоне. А, я понял. Как он называется? ФОК, да? ФОК, да. Расскажите, как пришла идея создать подобную секцию девичьих футбол? Получается, мы пытаемся всячески участвовать и в соревнованиях. И вот этим летом мы устроили такие соревнования. Назывался мини-футбол, посвящен чемпионату мира. Так как у нас происходил чемпионат мира, то есть там-то как раз меня и пригласили именно на эту должность. Можно так сказать. Состояли соревнования, участвовала команда Мегета, Куйтуна и наши ангарские две команды. Вот как раз и НХК мы поделились. Мы заняли первое место. То есть у нас называлась команда Россия. Мы прям конкретно болели за Россию всей душой и также назвали свою команду. И мы заняли первое место. Завоевали кубок. То есть сейчас вы будете от России как черчесов, да? Тренер. Возможно. Всегда было интересно, как проходит собеседование на тренера. Вам нужно набить там 10 раз, показать несколько финтов. Нет, это все проходится в устной форме, так как вот разговор с вами, возможно, он спрашивает, где я работала, какой у меня педагогический стаж. То есть это обязательно в работе с детьми, так как дети это уникальные. Они же нужны к каждому свой подход, тем более там девочки. И так как это женский футбол, к девочкам нужен особенный подход. То есть мужчина, который будет тренировать женщин, им будет очень сложно. А какой возраст будет у ваших подопечных? Ну, то есть идет набор с 9 лет. Мы посмотрим, конечно, какой возраст будет более активный. Какого количества людей вы ждете? Как думаете, есть вообще востребованность на это? Ну, так как это только начало, раньше не было же таких прекрасных проектов, можно сказать, чтобы прямо девочки и таким массовым набегом бежали в футбол. Это, конечно, пока под вопросом. Но я думаю, так как это начало, должен быть пик. Тем более, если сейчас в этой передаче нас смотрят родители, которые вдруг захотят, чтобы его ребенок стал звездой футбола в Ангарске, он станет в любом случае. А дальше мы уже будем работать над этим. Здорово. Давайте немножко отвлекемся от футбола. Вот вы вице-чемпионка мира по хоккею с мячом. Расскажите, как происходило это соревнование, когда это было? В 2008 году я попала в сборную в России. То есть вот с выездом в Швецию проходили соревнования, с выездом в Швецию. То есть там состоялся чемпионат. Это очень зрелищное, особенно Швеция, это же у них национальный вид спорта. У них такой замечательный народ. Они болеют прям стадионами. А гостеприимные? Очень гостеприимный народ. Они все всегда улыбаются. Я никогда не слышала от шведов каких-то плохих слов. Ну, может, они на своем там где-то нас им матерят. Но это нормально, в принципе. Мы же для них основные конкуренты. Конечно, мы основные конкуренты. Вот скажите, а вы в футболе болеете за какую-то команду? Вас можно назвать рьяным болельщиком? Или вы только пора поиграть? Раньше болела, да. Я патриот. То есть я патриот, я болела всегда за Россию, если это какой-то чемпионат. Ну что, я думаю, что сейчас абсолютно все зрители, и мы с Женей точно убедились, что вам можно доверить детей в футбольной секции. Друзья, с нами была Наталья Никитина. Это тренер будущей сборной команды по футболу девочек в Ангарске. Ну, я в свою очередь хочу обратиться к нашим боевым леди. Я хочу сказать, что футбол – это не мужской вид спорта. Это всенародный вид спорта. Поэтому, девочки, приходите, не бойтесь, и будем работать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова